МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы на брейн-ринге! Никто не верит, хорошо. Капитал-шоу Поли-фидес! Автомобиль! Тоже не верите. Ну, 1 апреля. Что же делать, никому не веря. Эрудия пятерка! Сегодня наша 1 апрельская эрудия пятерка приглашает вас повеселиться, улыбнуться, вспомнить веселые розыгрыши, шутки всех времен и народов. И для этого мы создали две сборные. Слева от меня в синих шарфах, которыми руководит Ксения Дедик. Такая нешуточная девушка. Не улыбается. И Настя Манерова справа, лидер красных, тоже. Где улыбка? Есть улыбка! Играем! Ксения, блеф игра, веришь, не веришь, все как 1 апреля. Кого отправляете в бой? Пойдет Илья. Илья? А Анастасия у вас? Пойдет Соня. Отлично. Илья против Софьи. Вперед! Софья! 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 Итак, поехали. Верите ли вы, что в 1957 году в Швейцарии был небывалый урожай макарон? Нет. Нет, конечно, это была шутка, придуманная телекомпанией, ради коммани BBC. Люди верили и ехали в Швейцарию за макаронами, прямо с кустов хотели срывать. Видите ли вы, что в футбольном клубе Монако премиальные платят фишками для казино? Илья? Нет. Нет, конечно, там все в бухгалтерии, это же капитализм. Играем. Верите ли вы, что с 1680 года лондонцы приходят в Тауэр на церемонию умывания белых львов? Нет. Нет, но приглашение эти по-графски иногда получают. Вот такой был розыгрыш, вы тоже правы. Играем. Верите ли вы, что в 1998 году сеть закусочных Бургер Кинг объела о создании сэндвича для левшей? Да. Причем это был самый обыкновенный сэндвич, только развернутый на 180 градусов. И заканчиваем. Верите ли вы, что в Англии 1 апреля разыгрывать знакомых можно только до полудня? Фальстарт у вас. К сожалению, за этим очень строго следит наш электронный судья. Софья, у вас шанс. Да или нет? Да. Вот очень хороший обычай. Вот поразыгрывали до обеда и хватит. И хватит, и хватит. Потому что 1 апреля все-таки целый день, это очень утомительно. Итак, счет 15-10. Передисения у нас дуэль-игра. Прослушайте темы. День дурака, это первый бой. Лучшие розыгрыши, бой второй. Шутки великих, бой третий. Загадки ниже пояса, бой четвертый. И пятый бой, а в бестолковом словаре у вас 5 секунд, чтобы решить токую тему. Он себя может взять, вперед. Время истекло. Ксения. День дурака. Кто готов играть? Дарья. Дарья великолепна. У Анастасии? Вера. Дарья против Веры. Вперед. Итак, первый бой. День дурака. Начнем. У нас 1 апреля день смеха, а в США день? Да. День дурака. День дурака, April Fool's Day, да, вы правы, 5 очков заработала, играем. Самый примитивный розыгрыш у нас сказать, что спина белая, а у американцев, что они развязаны. Прошу. Шнурки. Шнурки, это правильный ответ, да. Туда веселые американцы обычно прицепляют бумажку с призывом кик ми. Прошу. Спина. Да, на спину, пни меня. А еще в одном веселом развлечении на День дурака участвует он на веревочке. Ну, прямо как учила старуха Шапокляк. О, на веревочке. Никогда так не развлекались? Выбрасываете бумажничек или кошелечек. И когда доверчивый прохожий наклоняется, хорошо, что вы зеленый и плоский, вы тянете его на себя. Вот так развлекаются глупые американцы. Играем. Его можно обнаружить в салонке на Април Фуллс Дэй. Ну, что американцы вместо соли в салонку? Шутка такая американская, честно, да? Сахар. Сахар, конечно же. Вот такая незамысловатая, но действенная шутка. После первого боя, последняя дурака 25-20. Синие впереди. Следующий бой. Второй бой. Лучшие розыгрыши. Ксения, кто готова идти в бой? Готова я. Отлично, будем разыгрывать всех подряд. Настенька, у вас? Соня. Соня. Это второй выход. Софьи. Ксения против Софьи. Вперед! Ксения, Ксения, да. Итак, играем. Лучшие розыгрыши. В Петровские времена 1 апреля в Москве было объявлено небывалое представление. Фокусник обещал залезть в горлышко бутылки. Но вместо представления зрители увидели плакат с надписью. С как его надписью? Ну? С 1 апреля. С 1 апреля, так оно и было. В 70-е годы среди музыкантов прошел слух, что компания Apple покупает эту группу. Какую группу? В 70-е годы. Музыканты. Пусть будет Битлз. Битлз, конечно же, все очень просто. Но не купила. В 1986 году газета Паризьен сообщила о решении поисковского муниципалитета разобрать ее совсем. Да. Эйфелева башня. Конечно. Тоже было дело 1 апреля. В 80-е западные средства массовой информации потрясла сенсация. Русские разворозили в Сибири стадо их и гонят его в Москву. Мамонты. Мамонты, конечно же, браво. Ну и в 1995 году совсем недавно на конкурсе розыгрышей получила первое место сообщение о том, что на греческом острове Милос найдены они. Причем обе, две штуки. Милос там ничего не напоминает из истории искусств. На самом деле сообщалось, что найдены руки Венеры Милосской. Вот так. 30-35 красные вели Софья выводит свою команду вперед. Следующий бой. Итак, шутки великих. Вам нужно будет закончить высказывание такое шутливое, какого-то из великих людей. Кто готов это сделать сегодня? Илья. Хорошо. У Анастасии? Лена. Итак, Илья против Лены. Вперед! Лена! 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 Вперед, внимание. Махатма Ганди так мрачно пошутил. Принцип око за око оставит весь мир каким? Прошу. Без глаз. Без глаз и слепым. Отлично, вы правы. Марк Твен. Жалко, что змей не был запретным. Адам бы и его. Что бы он сделал со змеем? С запретным змеем. А что сделал Адам с запретным плодом? Ты уж не знаешь. Съел. Он бы и змея съел. Играем. Эрнест Хемингуэй. Счастье – это крепкое здоровье и слабая она. Я уверен, что она у вас хорошая. Помните много. Прошу. Память. Память, конечно. Выиграем. Казьма Прутков. Девицы вообще подобны шашкам. Всякой желается попасть куда? В дамке. Великолепно, Лена. Ну и Станислав Ежелец парадоксальный. Чаще всего выход там же, где был. Тишина. Да. Вход. Блестяще. Лена, вы 4 из 5 и 55-30. Красные впереди. Четвертый бой загадки ниже пояса. Кто готов отгадывать? Александр. Александр. Анастасия у вас? Пойду я. Прекрасно. Александр против Анастасии. Вперед. Ну неужели, неужели вы думаете, что я буду изображать Петросяна или хотя бы Камеди Клаб? Загадки ниже пояса будут касаться предметов одежды и объект располагаются ниже пояса. Буквально. А вы что подумали? Играем. Варежки для ног. Это что? Фальстарт. Фальстарт, Саша. Анастасия. Носки. Носки, конечно. Тут все очень просто. Играем. По дороге я шел, две дороги нашел, по обеим пошел. Да? Брюки. Отлично, Саша. Мы за обедом под столом, а ночью под кроватью. Фальстарт это? Настя. Тапки. Тапочки, конечно. И только тапочки. Потому что сапоги под кровать засовывают на ночь. Будет солнышко сиять, нам под вешалкой стоять. Да. Ну, Саш, вам это должно быть близко. Хотя у вас и солнышко, и не солнышко. Куртка. А? Что? Раз. Два. Настя. Я не знаю. Правильно. Это сапоги, на всякий случай. Вот. Вся же и в сапогах. Хотя там сейчас берцы, не знаю. Что носят, на чьей сапог, Сашенька? Берцы. Берцы носят. Ну, лучше ответил бы берцы, вот я бы засчитал тебе по блату. Играем. Два коня, два коня по воде везут меня. Да? Коня. Коньки. Коньки, конечно. Итак, 40-65, Александр сократил разы в счете, но красный врежем впереди. Следующий бой. Итак, пятый бой, а в бестолковом словаре? То есть, какие-то понятия и их определения в бестолковом словаре, которых есть множество. Итак, Ксения, кто? Родион. Самый бестолковый. Понятно. Настя, у вас кто? Данил. О-о-о! Они нашли друг друга. Вперед! Это такой музыкальный инструмент. А в бестолковом словаре это прелестная женщина. Музыкальный инструмент. Папа Карло там на нем играл. Да, Данил? Скрипка. Скрипка у Папы Карло. Понятно. Родион. Шарманка. Шарманка, конечно. Шарман. Прелесть. Это ученые звания. А в бестолковом словаре это таксист, который рассчитывается до копейки. Ну, американский таксист, который рассчитывается до их копейки. Многие ученые звания знаете, кроме аспиранта? Да. Доцент. Доцент. Он доцента рассчитывается. Браво. Это пробоина. Дыра. А в бестолковом словаре это неправда. Тишина. Да. Бреж. Бреж. Отличный слух у Родиона. Он ходит на пляже голым. А в бестолковом словаре это скучный человек. Да. Нудист. Нудит и нудит и нудит. Вы правы. И заканчиваем. Это самая нижняя часть позвоночника. А в бестолковом словаре это очень-очень маленький американский полицейский. Да. Копчик. Копчик такой коп. Маленький копчик. Отлично. Данил показал класс 50, 80 красный. Снова уходит вперед. Играем. Так. Кто готов освоить скоростное, централизованное, юмористическое тестирование, Ксения? Александр. Александр. Саша. Отлично. Держите высоко флаг лице МЧС. Анастасия у вас? Попробую я. Прекрасно. Саша против Настей. Вперед. Правило помните. А, Б, С. Выжимаете кнопку и говорите вариант. 1 апреля 1980 года было объявлено, что Биг Бен, самые знаменитые лондонские часы, переделывают. А. В электронные часы. Б. В кремлевские куранты. И С. В ходике с кукушкой. Фальстарт у вас, Саша. Настя. С. В ходике с кукушкой. Вы представляете, какого объема кукушка такая? Ес. Окей. И обратно влезла. Нет. На самом деле в электронные часы и многие этому верили, подписывали петиции с протестами. Играем. В 1949 году новозеландский радиоведущий предупредил жителей Окленда о том, что приближается огромный рой диких ус. И потребовал. А. Надеть противогазы. Б. Зажечь покрышки. И. С. Выкинуть весь сахар на улицу. Да, Саша. С. Профессия немножко не та. Вот. На самом деле выкинуть весь сахар на улицу. Вот такой он был диджей. Браво, Саша. 10 очков. В 1996 году в апрельском номере научного журнала «Дискавер» сообщили об открытии частицы «Бегон», которая появляется на миллионную долю секунды и во время материализации приветряет размеры А. Теннисного мяча, Б. Шара для боулинга и С. Футбольного стадиона. Ну. А, В, С. Да. А. А. Теннисный мяч. Ну, такой бизончик. Ничего. А. Саша. Ответ С. Ответ С. Футбольный стадион. Ну, взорвало бы, да. Шар для боулинга. Вот такая у них была незамысловатая шутка. Ученые играют. 1 апреля 1991 года газета «Иштаймс» сообщила, что мумию Ленина вместе с гробом собирается купить А. Каюрский музей, Б. Голливуд и С. Диснейленд. Саша. Голливуд. Голливуд. Настя. Диснейленд. И сделать из него белоснежку. Вокруг будут ходить или спящую красавицу, 7 гномов и там... Вот. Неправда это все. Не отдали нашу мумию. Играем. Во время перестройки газета «Известия» сообщала, что московский «Спартак» за 6 миллионов долларов покупает. Представьте себе, московский «Спартак» за 6 миллионов долларов. А. Пеле. Б. Марадону. Ц. Рональда. Но. На самом деле, речь шла якобы поздно-поздно, Саша, о покупке знаменитого рука-голозавивальщика Марадоны. Правильный ответ. Б. 60-85. Красный. Я у прежнего впереди. Славь, играем. Славь, игра у нас будет тема шаржи на разнообразных звезд. Не как в прошлый раз, никаких бонусов, как обычно. Полный ответ, 15 очков, на подборе 10. Никто ничего не ответил, никого ничему не даем. Только сахар в салонку сыпем. Итак, кто будет разбираться в шаржах? Попробую я. Отлично. Настя? Лена. Итак, Ксюша против Лены. Вперед! Ксюша! 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 Итак, внимание. Лена, начинаем с вас. Прошу вас первый шарж на первую звезду. Тишина в зале. Мэрилин Монро. Мэрилин Монро, да, вот такая узнаваемая у нас звезда. Отличная, Лена. 15 очков. Играем дальше. Ксения, для вас. Уна Турман. Уна Турман, да. А вот хочется прямо убить Билла, глядя ей в глаза. Вы правы, 15 очков. Леночка, играем с вами. Будем тщетнее. Ксения. А тем не менее, у этого толстого дяденьки есть страшный, пристрашный фильм под названием «Додс птицы». Это режиссер фильмов ужасов Альфред Хичкок. Теперь вы это знаете. Играем дальше. Ксения. Все. Стивен Спилберг. Да, и акула из челюстей, и инопланетянин, и динозавр. Спилберг, собственной персоной. Красавец, не правда ли? 15 очков. Ксения, переходим к Лене. Леночка. Не Ламстринг. Кто? Кто, 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 кто? Еще раз. Тихо, Ленечка, спокойно. Луи Амстринг. Луи Амстринг. Ни в коем случае не Нил. Тот космонавт, этот музыкант. Браво, Лена. Овладела собой, справилась с собой. Хотя игра еще смешная, но улыбнись, Лен. Улыбка, это флаг корабля. Ксения. Элайджа Вуд. Элайджа Вуд, игравший в саге о Властелине колец Фродо. Ух, красавец. Так, Леночка, прошу вас. Альберт Эйнштейн. Альберт Эйнштейн. Вот такой он, красивый, добрый, без языка. Правда, ну что делать? Это можно легко брать. Ксения, прошу. Майкл Джексон. Майкл Джексон, правильно. Играем дальше. Леночка. Вот, да, сложновато, да, сложновато. Вы его уже практически не помните. Герой анекдотов 90-х. Джордж Буш. Да, для вас, Ксения. Ксения. А это кто? Это Галустян. Это Михаил Галустян. Да, вы правы. И вот на этом мы заканчиваем нашу слайд-игру. Итак, игра получилась равная. 135-130. Ксения не зря взяла на себя слайд-игру и вывела команду синих вперед. Последний бой. Риск игра. Риск игра. Самый сильный, самый веселый, самый шутливый. В данном случае игрок. Я даже знаю, кто пойдет. Я сейчас буду угадывать. Читаю мысли. Родион Полевой? Конечно. Хорошо. Читаю мысли Насти. Дагил Галушка. Да. Вперед. У Галушка вся спина белая, у Родиона шнурки развязаны. Все понятно. Ага. 20 плюс, 20 минус. Никаких шуток. В США средства массовой информации каждый год в April Fool Days оглашают список самых таких людей страны. Каких? Поздно. Я уже начал подсказывать. Глупых людей, конечно. Продолжаем. Лучшие розыгрыши. Сообщалось, что на Украине его посмертно наградили орденом Ярослава Мудрова. Шутка такая. Ярослава Мудрова и наградили. Где ваша школа, игроки? Ого, да. Хорошая шутка. Шутки великих. Станислав Ежелец. Даже если напоить корову какао, его не выдаешь. Данил. Шоколад. Вы правы. Отлично. Загадки ниже пояса. Причем такая загадка, ну скажем так, лет 200 ей. Сейчас это не актуально. Два котика, четыре хвостика. Посмотрите там, подвиг к себе. А это были лапти, два таких округлых котика и четыре хвостика, две оборы на каждый лапоть. И заканчиваем. Перед последним вопросом у нас 135-150. Красные впереди. Решаю еще раз. Это такой светлый строительный камень. Он же ракушечник. А в бестолковом словаре это популярный или знаменитый человек. Известняк. Известняк. Да! После этой игры Родион проснется известняком. Такой белый, пыльный. Вот и в штабеле. Я не могу не закончить нашу веселую игру, да, чтобы подвигнуть вас все-таки на улыбки. Улыбайтесь. Улыбайтесь, господа, как говорил знаменитый барон Минхгаузен, потому что все глупости делаются немножко с другим выражением лица. Так что улыбайтесь, улыбайтесь, будьте счастливы. И смотрите, смотрите, вроде пятерку, вы получаете десятки. Будьте счастливы, будьте веселы. Улыбайтесь. Будьте счастливы, будьте счастливы.